Вот не успели до конца просохнуть после зимы дороги, как по улицам города тут же понеслись любители скорости и погонять на самокатах, моноколесах и прочих, как сейчас это называют, средствах индивидуальной мобильности. Сезон открылся, ну и пока любители данного вида транспорта ликовали от этой новости, большая часть обычных пешеходов с волнением и опаской ожидали появлений на тротуарах, в парках, скверах огромного количества мчащихся электрогаджетов. Пешеходы волнуются, будет ли что-то сделано для их безопасности. Как показывает практика, вероятность столкновения с СИМ у них очень высока, травмы бывают похлеще, чем при падении на льду. Наши соотечественники за прошлый сезон совершили более 200 миллионов поездок на прокатных электросамокатах. Это вдвое больше, чем в 2022 году. В теплый сезон жители крупных городов рассматривают электросамокаты как доступную альтернативу такси, каршерингу и личным автомобилям. Самые активные пользователи сервисов аренды средств индивидуальной мобильности живут в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Ну, что и понятно. В основном это люди в возрасте от 25 до 35 лет. Их доля от общего количества пользователей электросамокатов составляет ровно половину 50%. В текущем сезоне прогнозируется еще больший рост количества электросамокатов. Арендовать такое средство будет еще проще и быстрее. Буквально несколько кликов в приложении. На улицах Москвы появятся новые модели SIM с крупными номерами, чтобы было проще фиксировать нарушения. А в Санкт-Петербурге протестируют самокаты, которые распознают количество пользователей и не дают ездить вдвоем, втроем на одном устройстве. Аварийность с участием электросамокатов в России выросла за прошлый год более чем в трое до трех тысяч ДТП. Число погибших более чем в два раза до 43 человек. О проблемах, связанных с нарушением правил дорожного движения владельцами и пользователями электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности, мы поговорим с нашей гостьей. В студии Юлия Трейгер, начальник отделения по пропаганде ГИБДД управления МВД России по городу Хабаровску, майор полиции. Доброе утро. Доброе утро. Юлия, давайте мы начнем с того, какие цифры, начнем с печальной статистики, ну понятно, радостную нам никто и не приводит, ее никто и не ведет. Какие цифры, сколько пострадавших, что было в прошлом году? За прошлый сезон нами было зафиксировано порядка 50 дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности. Из них было 5 наездов на пешеходов там, где пострадали люди и 7 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Что чаще всего становится причиной ДТП? Ну, либо это движение по проезжей части, либо переезд пешеходного перехода, что запрещено правилами дорожного движения, либо столкновение с пешеходом, либо с автомобилем водителя вот этого электросамоката. А кто на сегодняшний день может пользоваться электросамокатом? Все зависит от возраста. На самом деле там есть несколько градаций. Дети до 7 лет имеют право пользоваться электросамокатом только в сопровождении взрослых. Следующая категория от 7 до 14 лет. Дети могут передвигаться только по велопешеходным, пешеходным зонам, по тротуарам, но и опять же только на самокате, вес которого не превышает 35 килограмм. А вот пользователи старше, 14 лет, они уже могут передвигаться по так же велопешеходным, пешеходным зонам, вплоть до обочины, либо крайнего правого ряда проезжей части, но только при условии, что отсутствует тротуар, либо велопешеходная, велосипедная дорожка. То есть только в этом случае. Ясно. Получается, что все-таки на дороге мы можем встретить, ну то есть по правой стороне, по обочине мы можем встретить, да, там по краю проезжей части, двигающиеся на симе какого-то человека, верно? Ну, безусловно, мы можем, но опять же повторюсь, условия движения по проезжей части – это крайнее условие при отсутствии тротуаров, обочин, пешеходных дорожек. То есть если вообще вокруг не будет никаких дорожных там, скажем, ситуаций, то можно поехать. Хорошо, а если условия есть для того, чтобы двигаться не по проезжей части, но там ребята молодые дозадорные на самокатах все равно едут по основной дороге вместе с автомобилистами, эти нарушения вообще у нас в городе фиксируются, насколько часто? И что за это полагается? В прошлом году было зафиксировано порядка 85 таких нарушений, все пользователи были оштрафованы. И опять хочу повториться, что правилами дорожного движения за любое нарушение водителем электросамоката, согласно части 2 ст. 12.29, предусмотрен штраф 800 рублей. Кроме управления в состоянии опьянения, там штраф от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, создание помех другим автомобилям, сразу же говорю, что водителю электросамоката запрещено объезжать транспорт, в том числе и припаркованный по левой стороне. Что-то должно быть надето, должна быть какая-то экипировка у людей, которые берут в аренду, ну или выезжают из жилмассива на своем самокате? Ну, те самокаты, которые относятся у нас к маломощным, до 250 ватт, которые развивают скорость не больше 25 км в час, дополнительная экипировка не требуется, но все-таки мы рекомендуем, что несовершеннолетние, особенно маленькие дети, которые даже в сопровождении родителей катаются, чтобы использовали дополнительную защиту. Потому что если человек падает с электросамоката, даже просто самостоятельно не справившись с управлением, получает очень серьезные травмы. Такие случаи у нас были. Да, ну, как бы и с тобой редки можно неплохо уж и биться. Ворвались очень стремительно эти электросамокаты, средства индивидуальной мобильности в нашу жизнь, и очень быстро пришлось менять и правила дорожного движения, и прочее, прочее. Активно приходят перемены. В этом году что нового? Правила дорожного движения не изменились по сравнению с прошлым годом, но в этом году администрации города совместно с представителями кикшеринговой компании приняты дополнительные меры для того, чтобы обезопасить пешеходов. В парковых зонах, вблизи мемориалов, вблизи фонтанного комплекса скорость электросамокатов будет автоматически снижаться до ручного режима и 5 км в час. Также основная зона у нас, где катаются пользователи электросамокатов, набережная. Там выходные, праздничные дни с 2 часов дня до 22 часов. Скорость электросамоката у пользователя также автоматически будет снижаться до 15 км в час. И, скажем так, такое нововведение представителями компаний, прокатный пилотный проект, так назовем его, запущен по снижению скорости, опять же, до ручного режима, до 5 км в час на всех пешеходных переходах улицы Ленина и улицы Муравьева-Амурского. А вот практика с введением номеров для электросамокатов, которые мы уже озвучили, сейчас пока тестируется в Москве. Насколько вы думаете, это может быть эффективно? И нет ли желания позаимствовать такой опыт и тоже каким-то образом регистрировать такие средства? В любом случае, даже без наличия номера на электросамокате, можно установить вплоть до минуты, кто был в эту секунду, в этот момент на этом электросамокате. Ну и, предположим, совершил дорожно-транспортное происшествие, столкнулся с человеком, либо с автомобилем. Это если он прокатный, да? А если это личный? Ну, если личный, то, я думаю, неплохо будет, если их как-то можно будет идентифицировать. А кто и как вообще контролирует, как вот эта работа вся ведется? Соблюдение правил дорожного движения он имеет в виду, то есть просто это патрули госавтоинспекции? Ну, безусловно, водитель электросамоката такой же участник дорожного движения. То есть за нарушение правил следят сотрудники госавтоинспекции, привлекают сотрудники госавтоинспекции. И вот еще как раз-таки к средствам индивидуальной мобильности, которые люди покупают сами самостоятельно. Кикшеринговые компании ставят программное обеспечение, которое позволяет ограничивать скорость автоматически. Ну вот на личном самокате, ну, можно ехать как ехать. Ну, сколько позволяет мощь двигателя? Они сегодня достаточно мощные бывают. Какие ограничения здесь есть? Напомним еще раз пользователям. Максимальная скорость где какая? Ну, в первую очередь надо понимать, что самокат, который мощностью больше 250 ватт, он приравнивается уже к мопеду. И, соответственно, правила дорожного движения для водителя такого самоката такие же, как и для водителя мопеда. Это в любом случае должна быть... Это категория А1 уже получается? Это может быть категория М, категория Б. То есть любое водительское удостоверение с минимальной категорией М у пользователя должно быть. Помимо этого, этот самокат должен быть оборудован звонком, сигнальными фарами, световозвращающими элементами и соблюдать все те правила дорожного движения, которые предусмотрены для мопеда. И поэтому на проезжей части он может двигаться как мопед, но на пешеходной зоне, там, где передвигаются, скажем так, пешеходы и велосипедисты, этому транспорту находиться запрещено. Вот еще один вопрос, который мы, конечно, не можем обойти стороной, потому что пешеходы уже сегодня на себе испытывают определенные трудности, когда ты просто идешь по какой-то улице, а сзади то и дело тебя сигналом просят куда-то подвинуться, и не всегда вы можете синхронизироваться, и ты понимаешь, что может случиться какой-то наезд, неприятная ситуация. Понятно, что здесь недостаточность инфраструктуры тоже играет определенную роль. Те, кто катаются на самокатах, не всегда хотят кому-то навредить. Но если произошла такая ситуация, если произошел наезд на пешехода, например, как реагировать, что делать, куда обращаться? Ну, в первую очередь, если, например, пользователь совершил наезд на пешехода, и пешеход получил травму, то в первую очередь нужно сообщить в медицинское учреждение, вызвать скорую помощь, вызвать сотрудников госавтоинспекции, это будет оформлено как дорожно-транспортное происшествие. Поэтому в любом случае нужно обращаться в спецслужбы и... То есть не полицию, мы вызываем госавтоинспекцию, все-таки даже если это произошло... Это считается дорожно-транспортным происшествием. Это в любом случае дорожно-транспортное происшествие. Кстати говоря, вот по поводу инфраструктуры, да, мы все прекрасно понимаем, что наши города, в которых мы живем, они строились в то время, когда, ну, собственно говоря, никто и не думал, что самокат будет ехать сам. Ну, вот сегодня электросамокаты появились. Вот здесь администрация города, муниципалитет совместно с правоохранительными органами. Какую-то работу ведут по... Ну, чтобы каким-то образом хоть немного поменять инфраструктуру к действующей реалии? Ну, опять же, определены места парковок для электросамокатов определенные. Ограничивается движение вплоть до того, что минимальная скорость движения в ручном режиме, как я уже говорила, 5 км в час для того, чтобы обезопасить пешеходов. Понятно, что там, где движение электросамокатов и движение пешеходов, оно совмещенное, по правилам дорожного движения у пешеходов всегда есть приоритет. Нужно помнить об ответственности и в первую очередь не забывать о том, что даже по правилам кикшеринговой компании, которая предоставляет этот прокат, пользоваться могут только люди, достигшие 18 лет. И поэтому вся ответственность за то, что передвигаются дети, могут совершить какое-то происшествие, ложиться на родителей. Здесь больше ответственность каждого. И даже самый маломощный самокат, у которого вес 35 кг, способен ребенку, который им управляет травмой, нанести, либо пешеходу. Ну и, кстати говоря, наверное, стоит напомнить нашим телезрителям, всем нашим зрителям, сейчас весна летом, мы будем активно гулять. И нужно напомнить о том, что пешеходы являются точно такими же участниками дорожного движения, как и мы. Сегодня средств передвижения различных становится все больше и больше. Появляются велодорожки, велопешеходные дорожки, дорожки различные. Поэтому выучите, пожалуйста, и покажите своим детям вот те самые знаки, которым обозначаются эти дорожки, разметку, и как себя на них вести. У кого приоритет, кто кого пропускает. Потому что, ну, травмы, мы понимаем, могут быть нешуточными. Спасибо большое за информацию. Я напоминаю, что в гостях была Юлия Трейгер, начальник отделения по пропаганде ГИБДД Управления МВД России по городу Хабаровску.